Приветствую вас! Я думаю, что в любом случае вам следует случиться своих чувств. То есть, если вы не хотите отвечать или нет особого желания отвечать, то, наверное, делать этого так или иначе не стоит. То есть, не стоит отвечать, если вы не хотите отвечать. А отвечать через неделю, то есть, по сути, ну, типа месяц, что-то такое, да, это, наверное, было бы не совсем правильно, потому что получается что-то вроде, знаете, какой-то борьбы. Это получается, типа, ну, какая-то борьба. Я не думаю, что это всё-таки хороший момент. Я думаю, что у вас, ну, что справедливо будет, если вы именно будете проявлять свои чувства и свои эмоции искренне человеку. Это первое. Второе. Чего он хочет? Ну, совершенно очевидно, из того, что вы описали, из того, что вы написали, совершенно очевидно, что он хочет чего-то определённого, скорее всего, связанного либо с сексом, либо с чем-то ещё. Вот это исключительно, если можно так выразиться, шкурный интерес. Если можно так выразиться. Поэтому мужчина хочет чего-то для себя. мужчина в некоторой степени преследует эгоистичные цели. О вас он не думает. Вы ему, скорее всего, ну, вам ему всё равно, на вас ему всё равно. Вот. И я думаю, что, вот, если отвечать, если отвечать, то отвечать только то, что вам хочется. То есть ни в коем случае себя не пересиливать, потому что пересиливание себя приведёт к тому, что вы будете чего-то ожидать, хотя ожидание ни к чему хорошему не приведёт. Вот. Вот и всё. Вот и всё. Другое дело, понимаете, как вы воспринимаете этот факт, что человек пропал на неделю? Как вы воспринимаете это? Воспринимаете этот факт? Это вот момент. Потому что, если вам неприятно, например, то это одна история. Если вы считаете, что с вами так нельзя, то другая история. То есть, если вам неприятно, то здесь надо бы раскрыть ваши чувства, из-за которых вам неприятно. Если вы считаете, что так с вами нельзя, вот, как бы, то ему, наверное, об этом нужно сказать. То есть, до него, ну, до него нужно донести этот момент, чтобы он понимал, что можно, а что нельзя. Что касается критериев выбора мужчин, тут вот пошёл такой разговор, что, ну, если честно, тут личное дело каждого на самом деле. То есть, вы, если вы выбираете мужчин по, так сказать, размеру их достоинства мужского, то это ваше право. Но, ну, ожидать серьёзных отношений при таком подходе, мне кажется, было бы несколько наивным. Потому что, мужчины чувствуют, что их отбирают как товар, в некоторой степени, и относятся к женщине соответствующим. Я вас не осуждаю, я просто говорю по факту. Что касается, ну, вот, вы пишите, да, что понравился мужчин, это очень всё красиво, у меня хорошая фигура. Мы встретились с ним в разных странах, мы с ним встретились с ним, у него было 5 мм, я не удержался, но не подменялся. Это было большое расширование, хотя мне очень понравилось. Ну, и, понятно, после того, как я подменялся, он не просил этого. Ну, почему понятно? Знаете как, ведь не важно размер, важно то, как мужчина умеет им пользоваться. Поэтому здесь, мне кажется, если для вас размер имеет такое большое значение, то я боюсь, что, как бы, кроме вот чисто сексуального контакта, вас не особо больше, что и волнует в этом мужчине, 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 вот. Поэтому, я думаю, что и отношения вы будете получать соответствующие до тех пор, пока не, пока не сделаете главным в отношениях что-то другое. То есть, ориентируясь в отношениях на размер мужского достоинства, вы вряд ли сможете построить те самые серьезные отношения, о которых вы говорите. Вот. Для этого нужно определить, что вы хотите. Если вы, если вы хотите, значит, серьезных отношений, именно, то это одно. Если вы хотите сексуальных отношений, это другое. Если вы хотите именно отношений больше эмоциональных и духовных, то здесь, поверьте, не особо важно, какое достоинство, красивое, большое или не здесь важен сам человек. Если сексуальные отношения для вас важнее, то тогда, соответственно, что-то уже другое имеет значение, а что-то отходит на второй план. Просто, я думаю, что не стоит ожидать, не стоит ожидать, что будет все сразу. За выбор, как правило, всегда приходится платить. Ну, на этом все. Надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Желаю вам всего самого доброго и удачи.